В эфире программа День города в студии Алена Куколева. Здравствуйте! Вот некоторые темы этого выпуска. На улице Кольная ночью горела квартира. Не обошлось без жертв. Опоздали на три месяца. Ремонт на Куйбышевском шоссе в очередной раз затягивается. Остался месяц, чтобы заплатить налог на имущество. Что делать, если не пришло налоговое уведомление? Греться с помощью газа, а спать в куртках. Батареи дома в Дашковой песочне остаются до сих пор холодными. На улице Кольная в жилом доме произошел пожар. Двухкомнатная квартира в пятиэтажке загорелась сегодня рано утром. Звонок на пульт дежурного поступил в 4.45. На место происшествия выезжали три пожарные машины. Из дома жильцы были эвакуированы. Не обошлось без жертв. Погиб 56-летний хозяин загоревшейся квартиры. Еще один мужчина отравился угарным газом. Его госпитализировали. Причины ЧП выясняются. Хотя в данном случае по определенной версии причины пожара могут стать неосторожным обращением с огнем, в этот период наиболее часто пожары происходят из-за нарушения правил устройства и эксплуатации отопительных приборов. Так отмечается рост таких пожаров до 50% от общего количества пожаров, происходящих в период с октября по декабрь. Ремонт Куйбышевского шоссе в очередной раз затягивается. Ранее чиновники сообщали, что работы на этом участке завершат к 1 ноября. Капремонт начали еще в конце июля. Тогда обещали завершить его к началу учебного года. Но, вопреки ожиданиям, улица до сих пор остается раскопанной, что становится причиной пробок и порой даже рукоприкладства. Рязанцы жаловались на крупные заторы в центре города в соцсетях, делились возмущением, комментировали. Главной версией крупных заторов, по общественному мнению, стало начало дорожных работ на Куйбышевском шоссе. О том, что громкое заявление, будто ремонт Куйбышевского шоссе завершится к 1 сентября, помнят все. Несмотря на то, что на информационном баннере дату закрасили. И теперь надпись «Просто жизнеутверждающий» гласит «Ремонт будет закончен». Вопрос – когда? Если говорить о сроках завершения, то, конечно, мы в значительной степени зависим от погоды. Прогноз на первую декаду ноября пока благоприятный для нас. И мы очень надеемся на то, что основные работы по укладке асфальта мы закончим к концу первой декады ноября. Другие работы, оставшиеся работы, их можно производить. И, конечно, в зиму не все работы можно делать, но даже если будет дождь, то работа по благоустройству будет продолжена. В любом случае, мы планируем к концу ноября закончить полностью работу на этом объекте. К настоящему моменту окончился сложнейший процесс переноса теплотрассы за пределы дорожного полотна и начались непосредственно работы по укладке асфальта. Затрудненное движение на улице, являющееся въездом в город с федеральной трассой М5, давно стало причиной агрессии водителей, которым приходится стоять в пробках. Скажем, 31 октября пользователи соцсетей зафиксировали на видеодраку. По мнению очевидцев, автолюбители не сумели поделить дорогу в условиях очень плотного движения. Миновать пробку, объехав ее альтернативным путем, невозможно, ведь единственная альтернатива – платный переезд, который, помнится, на время ремонта Куйбышевского шоссе, обещали сделать бесплатным. У нас была достигнута договоренность с оператором платного путепровода об открытии путепровода на время производства работ в случае, если на Куйбышевском шоссе будут заторы. И действительно, в те периоды, когда заторы образовывались, платный путепровод работал и в дневное время в бесплатном режиме. К счастью, таких моментов у нас было немного. К тому же, переезд тоже не справляется с транспортным потоком. Однако, оптимистичный взгляд на ситуацию чиновников рождает надежду. Так как там, помимо ремонта на участке более полутора километров, который мы проводим, мы еще осуществляем вынос теплотрассы. Эта работа успешно завершена. Теплотрасса новая построена, в ней тело дороги. Старая теплотрасса выкопана. И больше проблем, как мы надеемся, с дорожным полотном у нас не будет. Должен сказать, что этот участок вновь построен, но он уже в работе. Тот факт, что ремонтные работы легендарной дороги, которую со скрежетом зубов сжав кулаки, проезжали все автолюбители, прося мироздание лишь о том, чтобы в очередной яме не отвалилась подвеска, уже близится к концу, очевиден. О том, что избежать неприятностей и минимизировать ущерб и неудобства для автолюбителей не получилось, говорят ситуации, вроде зафиксированные на видеодраке. Однако мысль о том, что вскоре Куйбышевское шоссе станет ровной дорогой, окруженной прекрасным зеленым сквером, тешит каждого, кто пока ежедневно тратит часы, стоя в пробках. Марина Комиссарова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Ровно через месяц заканчивается срок уплаты налогов на имущество физлиц за предыдущий год. Это касается владельцев недвижимости, земельных участков и транспорта. Налоговое уведомление должно было прийти каждому до 1 ноября по почте или через интернет в личный кабинет налогоплательщика. Если по каким-то причинам извещение не было получено, то необходимо обратиться в районную инспекцию. Налог на имущество физических лиц рассчитывается по определенной формуле, в которой помимо кадастровой стоимости, то есть налоговой базы, используются еще и так называемые понижающие коэффициенты. Они также влияют на конечную сумму налога. Если в прошлом году ризанкции уплачивали по ставке соответствующей с применением коэффициента 0,2, то в этом году коэффициент уже 0,4. Поэтому даже при прощих равных условиях сумма налога за одну и ту же квартиру может быть несколько выше, чем в прошлом году. Кроме того, хочу отметить, что владельцы личного кабинета в этом году у нас не получают уведомлений на бумаге. Они смотрят все в личном кабинете. Власти Рязани намерены сделать использование платных парковок удобнее. Речь идет о возможности поста платы до конца текущих суток, расширения сети банкоматов для оплаты стоянки наличными и создания льгот для специальных групп граждан. Также депутаты предложили сократить штраф за нарушение правил использования платных парковок до 1 тысячи рублей. Сейчас штраф для физлиц составляет от 1 до 3 тысяч рублей, а для юридических от 4 до 10. Также 2 ноября появились абонементы на парковку. Приобрести документ можно на сайте или с помощью мобильного приложения. Один день абонемента стоит 120 рублей. Месяц обойдется в 1600. В Рязани становится все больше ухоженных дворов с ровным асфальтовым покрытием. Город реализует федеральную программу комфортной городской среды. Всего планируют привести в порядок до конца этого года 200 дворов. Одним из таких стала дворовая территория на Касимовском шоссе. Такого жители Дашково-Песочни не помнят уже давно. Ремонтируют дорогу, которая годами убивала колеса автолюбителей. Не верится. Об этом участке мы несколько раз рассказывали летом. Яму размерами с небольшой котлован невозможно было объехать из-за бордюров, а угодить в нее становилось шреватым для подвески и колес. Обращение мы написали на сайте ГИБДД. В специальном разделе можно разместить фотографию ямы и ее адрес. И уже инспекторы, в свою очередь, обязывают хозяина дороги обеспечить ремонт ямы. Сейчас на месте разбитой дороги ровное асфальтовое покрытие, новые бордюры и даже идет обустройство пешеходной дорожки. О ней, жители этого района, мечтают уже давно. Правда, в свое счастье верят пока с трудом. Я здесь живу с 94-го года. Периодически иногда яму вот эту, где мы сейчас стоим, заделывают, но она возникает снова здесь, на этом месте. Иногда здесь жители местные делают. Дядечка такой есть, с прицепом приезжает и асфальт раскидывает. Не знаю, помогает это или нет, но я не думаю, что здесь что-то изменится. Я планирую квартиру продать и съехать отсюда. Мне здесь не нравится. Были ямы на яме, сейчас нет. Выдержит ли новое асфальтовое полотно осенние дожди, покажет время. Уже сейчас ливни превращаются здесь в сплошной поток. А перейти дорогу, не промочив ноги, задача не из легких. Впрочем, дожди здесь помеха для дорожников. И в отличие от других районов города, асфальт в непогоду не укладывают. Поэтому, по словам рабочих, сроки окончания им самим неизвестны, зависят от погоды. Напомним, в текущем году на программу формирования комфортной городской среды в Рязанской области выделили более 200 миллионов рублей из федерального бюджета, а также 57 из регионального. Всего в Рязани к концу года комфортными станут 200 дворов. Кстати, в будущем году ожидается финансирование не меньше, чем в этом. Для того, чтобы двор попал в программу, нужно подать заявку в орган местного самоуправления, когда власти города объявят об их приеме. Алена Куколева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». И пока одни жители Песочни радуются ремонту дорог в дворах, другие замерзают в собственных квартирах. Батареи до сих пор остаются холодными. В ноябре люди вынуждены греться с помощью газа, а спать в куртках. Галина Ершова продолжит. Батареи не ледяные, но к ним легко можно прикасаться голыми руками. Тепла совершенно не ощущается. Улица Новоселов, дом 29, 2 ноября. Из четырех подъездов дома отопление включили лишь в трех. Квартира Андрея Фомина стала одной из самых холодных. Температура минус пять, и мы уже реально мерзнем. В зале вообще она ледяная постоянно почти, и на кухне то же самое. То есть две батареи чуть теплые, две холодные. Нет отопления, деточка. Нету. Нету. А дом, правда, на нас смотрит, как на говорящих обезьян. У нас даже не давали. Включат. Час. Все. Отключают. Проблемы с отоплением возникают каждый год на протяжении десятка лет. Но если в прошлые сезоны батареи хотя бы были теплыми, то этот побил все рекорды. Живу с родителем, с мужем и полуторагодовалый ребенок. Соответственно, тоже ребенок. Колготки, штаны, носки, шерстяные носки, две кофты. Из ванны выходим, сразу голову феном сушим. Ну, извините, в полтора года ребенку волосы феном сушить. Я считаю, что это ненормально. Они что-то там начинают делать. Вроде ненадолго этого хватает. Буквально час-два, ну максимум полдня. Все. К вечеру, к ночи все холодное. По словам жителей дома, горячих батарей у них не было никогда. Греться приходится с помощью подручных средств. Газа и обогревателя. А вот платить за холодные квартиры приходится как за нормальные. Во все инстанции обращались. Буквально во все. То есть приходят, что-то там меряют, замеряют, смотрят. Пишут потом акты положительные, что у нас все нормально. Все. Никто ничего толком не объясняет. Кто говорит, там оборудование. Кто говорит, оборудование менять не надо. Надо отбалансировать. Дом номер 29 на улице Новоселов обслуживает управляющая компания МПМК-3. О проблеме с отоплением здесь знают. У нас ведутся работы по поводу наладки вместе с режимной группой РМПТС по поводу наладки системы отопления в доме. То есть приезжала режимная группа. Мы сейчас, они нам рассчитывают шайбы, которые они нам установят на дом. Ну в данный момент сейчас даже у меня инженер пошел замерять в квартирах температуру. Но они не совсем не холодные совсем, а еле-еле теплые. По словам главного инженера, в доме были установлены индивидуальные пункты отопления, которые управляющая компания переделала на элеваторные узлы. Элеваторный узел почему-то не пошел в работу. То есть хотя режимная группа нам все рассчитала как правильно, все правильно, мы все установили как они нам рассчитали, но почему-то не получилось. Поэтому сейчас вот занимаемся этой проблемой. Сроки, ну я думаю, на той неделе. Да, постараемся чем быстрее, тем лучше, потому что отопительство уже началось. А пока жителям первого подъезда остается только ждать и утепляться шерстяными вещами. Галина Ершова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». 70 лет исполнилась Всероссийская организация слабовидящих. В Касимове незрячие люди продемонстрировали свои таланты широкой публике. И в очередной раз доказали, что нет таких ситуаций, в которых стоило бы опускать руки. В зале царила особая атмосфера, звучали теплые слова гостей праздника, было множество подарков, люди, с которыми, казалось бы, жестоко обошлась судьба, заряжали оптимизмом, красиво пели и прекрасно играли. Так старейший на организации Николай Федяков, который состоит в ней уже 37 лет, показал всем, что отсутствие зрения – не повод убрать любимый баян-футляр. Николай Николаевич в свое время был музыкальным работником в Гусевской школе и детском саду. Зрение неуклонно ухудшалось, он ослеп. Талантливый музыкант считает, что лишь благодаря обществу слепых, в которое вступил, жизнь не стала хуже. Она просто наполнена другим смыслом. Я участником был и в шашечных, и в шахматных соревнованиях. И для меня общество – это как второй мой дом. Сергей Кельцин состоит в обществе слепых лишь 8 месяцев. После личной трагедии жизнь, казалось, потеряла смысл. Знакомые посоветовали вступить в организацию. Он поверил их словам и не пожалел об этом. Сегодня Сергей – один из самых активных членов Касимовского отделения общества слепых. На мир смотрю одним глазом, но это мне не мешает ни в чем. Сколько мы уже успели хороших дел сделать. Здесь источники за собой. Мы ездили в Крым на замечательный фестиваль. Мы представляли там нашу татарскую культуру, свадебный обряд Никях. Я исполнял татарскую песню, нам видеоклип снимали. Достаточно, очень хорошо принимали. Мы там были неделю. Это был общероссийский образовательный форум «Крымская осень-2017». Андрей Юрьевич – четвертый по счету руководитель Касимовского отделения. На своем посту он уже сделал множество добрых дел. Лишь за последний год лишились одиночества 15 человек незрячих. Теперь они члены одной большой семьи. И еще, когда общаешься с Куликовым, создается впечатление, что разговариваешь с неравнодушным зрячим человеком, у которого еще все впереди. Мы у себя в организации начинаем отделывать кабинет реабилитации, то есть начинаем делать косметический ремонт, завозить верстаки и будем заниматься резьбой по дереву. Уже мы приобрели инструмент для резьбы безопасной для слепых, эскизы. И скоро, то есть у нас есть один профессиональный резчик, который даже и геометрию режет. И еще есть три человека, которые уже обучены этому делу. То есть начнем своими руками делать подарочные изделия. Еще один вводный объект Рязани получил название – пруд Серой Шейки. Так теперь называется водоем в микрорайоне Дашково-Песочня, неподалеку от 11-й больницы. Название придумали в детском центре народных промыслов «Оберег». Городские власти инициативу педагогов и воспитанников поддержали. Примерно 20 лет назад утки выбрали именно этот пруд неподалеку от 11-й больницы местом своего постоянного проживания. Они не улетают в теплые края на зиму и с нетерпением ждут местных жителей, которые каждый день приходят сюда, чтобы покормить пернатых. Именно благодаря обитателям пруда сегодня у него появилось официальное название. Теперь это пруд Серой Шейки. Идея назвать этот водоем именно таким образом впервые появилась у педагогов Центра народных промыслов «Рязанский оберег». Один раз с коллегами проходили мимо пруда и посмотрели, что утки пламят, говорят, ну просто вот как в сказке «Мамин Соберега». Пруд Серой Шейки. А дальше пришли, детям сказали. Дети подхватили, рисовали, делали у нас и фото были какие-то конкурсы. А потом коллектив «Рязанского оберега» обратился с инициативой присвоить этому пруду официальное название в администрацию города. И вот спустя полгода здесь появился специальный указатель, который гласит, что это пруд Серой Шейки. В честь этого события был организован праздник. Официальные лица сказали приветственные слова, перерезали символическую красную ленточку, но все же главными участниками стали дети. Они танцевали, играли, разгадывали загадки. Кстати, некоторые из них весьма основательно подготовились к торжеству. Так Кира и Анна, ученицы 59-й школы, нарисовали вот такой плакат. Это была наша инициатива. Вадим? Да. А почему вы решили нарисовать этот праздник? Ну, нам сказали учителя, что мы пойдем на пруд, и что его будут называть Серой Шейкой. Вот мы нарисовали такую плакат с уточкой. Анна и Кира живут и учатся неподалеку, и на пруд заходят почти каждый день, чтобы покормить уток и голубей. Я обычно хожу здесь в музыкальную школу, мне нравится кормить уток. У нас иногда остается лишний хлеб, а мы его уточкам даем. И мне так нравится это место, я иногда прям хочу именно туда спуститься, чтобы их вот с берега покормить, а то отсюда, здесь только голуби, я и голубей кормлю, и уток. Практически все жители этого района не обходят пруд стороной. Приходят сюда вместе с детьми, кормят уток, и практически все они поддерживают идею о присвоении этому водоему официального названия. Я думаю, давно пора здесь уже что-то оккультурить, как-то дать название, чтобы за ним как-то ухаживали. Потому что вот с детьми очень весело гулять, кормить уточек, птичек. Мы очень рады, мы каждый раз ходим сюда кормить. Дети смотреть, какую радость испытывать. Мы специально ходим кормить, часто очень эти. Потом это природа. Еще бы желательно почистили его. Действительно, мусор по берегам впечатление портит. Однако на официальном открытии праздника заместитель префекта Октябрьского района пообещал, что очисткой пруда и его берегов займутся в ближайшее время. Ирина Ковалева, Игорь Глотов, телекомпания «Город». И на этом у меня все. Напомню, что все новости вы также можете смотреть на нашем сайте город62.тв. Я прощаюсь с вами до завтра. Желаю хорошего завершения дня. Это случилось! Обвал ипотечных ставок! Квартиры за 5,6% годовых! Только в компании «Зеленый сад» совместно со Сбербанком России и Рязанским ипотечным фондом. Жилой комплекс «Рассвет» в Дядьково это пилотный проект фонда «Центр поддержки предпринимательства Рязанского муниципального района». Сбалансированные планировки одно- и двухкомнатных квартир, высокий уровень строительных и отделочных работ являются неоспоримым преимуществом данного проекта. Хорошая транспортная доступность и развитая инфраструктура в сочетании с тишиной и экологичностью загородной жизни. До конца октября действует акция «Скидка 3000 рублей с квадратного метра на квартиры на пятом этаже». Приезжайте, выбирайте, покупайте, живите, радуйтесь! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова